...пудлости, а саму благородность, да, если это будет красиво, это как-то еще, хоть как-то просите. Но самая для него ненавистная вещь – это презрение, неблагодарность. Потому что мир так широко, так пышно, так празднично устроен. Вы Пушкина-то выключите. Ходите, пресняйтесь. Спасибо, Господи. Игнатий Тихонович, вы там прислали мне этот вот, ну, текст, я прочитал его, про то, что Ассеча Патриарха, ну, какого-то афонского монаха, я его знаю, это монаха афонского. Он говорит много и не по делу, в угоду людям. Ну, какое его дело вообще? Вот что смаковать тем, что он радуется тем, что церкви раздельны? Я не за то, что объединяться с католиками, нет. Ну, по Евангелию он не говорит вообще ни слова никогда. Да. Вот у него такие вот, как бы, знаю я его, он выступал с Ходосом, с Эдуардом Ходосом, если знаете, там они вместе сидели. Вот у него вот все на, в основном на предании человеческом, у него все зиждется на предании человеческом. Слово Божие он не цитирует, не знает, и, то есть, он в угоду только людям, тем, кто хочет что слышать, и действует на раскол церкви. Зачем? Откуда он знает, как Господь? Как будто нет Господа. Господь, во-первых, хозяин церкви, он ее блюдет. Что значит, что, как бы, он блюдет церковь. И какое будет ли объединение, это еще бабушка надвое сказала, и будет оно или нет. А если и будет, так это тело Христово. На каких основаниях? Никто ничего не знает. И вдруг этот вылезает народ, сейчас начинает баламутить всех, где причащаться, кто благодатный, кто-нибудь. То есть, действует на раскол. И на этом просто делает себе имя. Что, мол, он такой благодатный старец. На самом деле, просто, ну, человек, который ищет славы человеческой. Я так понимаю. Я вот видел его там, его проповеди. Ну, ничего, Слова Божьего там нет. Там только работа на себя. На свое имя. Все. Старцем им хочется быть. Вот эти корольские, там они собирались, они что-то говорили, осуждали церковь. Ну, поговорили, ладно, а что там? Это мы вон соберемся вот так вот за чай, шкачая, так же, миряне в Петербурге здесь. И тоже поговорим. И на работе мы собираемся вот так вот за обедом. Точно так же поговорим все. И такая же духовность. Ничем не меньше. А люди вообще даже в храм не ходят. Тоже о Боге говорят при мне. И вот о благочестии. А на самом деле они никакие. Ну, то есть, я не знаю. Ваше мнение-то какое? Вот вы прислали мне. Да я же не мнение, а просто ознакомить. Что сейчас они делают? Их не видно, не слышно было. И сейчас они выискивают, как вы сказали, именно так и есть. Они еще не знают, чем это кончится. Заботятся о латинизации, а уже давным-давно все по-католически делают. Крещения нет. Бритые священники, которые приезжают с Украины-то, они уже полностью там пролатинились, окатоличились. А он говорит о том, что чуть ли не с сатаной уже побратался патриарх Кирилл. Ну, на каком основании? Правильно вы говорите. Я для ознакомления вам послал-то, а не то, что сам соратника нашел. Но что люди боятся друг друга, боятся священников, это действительно так. У людей везде страх. Как бы они отучили от причастия. И поэтому жизнь делается полигоном зарытых талантов. Я прочитал и абсолютно не понял. Зачем мне это как бы... Я и так знаю. А этого как бы монаха я знаю хорошо. Я его видел, вот это Корульское. Там он собрал возле себя монахов. Там они рассказывают, какой у нас беспредел типа творится. Как будто что в Москве там... Ну, не, по делу, по делу каноны. Ну, он как бы устами. Сердце там далеко отстоит. Это сразу видно. И как бы... Вот. Ну, даже других монахов, которые вокруг него, я не знаю. А его я знаю. И как он с Ходосом беседовал. Ну, абсолютно человек мирской. Он монахом стал. Вот такой средневековый монах. Который он был средневековым. Его Евангелие, Священное Писание, это так. Только для богослужения. Вот прочитал на славянском и забыл. Это... А так вот... Старчиком хочется ему быть. Людей учить, благочестие свое показывать. И все. Вот это... То есть, ну, прости меня, Господи. Это... Я не хочу судить. Ну, я от таких вот держусь на таком рабочином расстоянии. Вот. Радость у меня. Вчера поговорили по скайпу с братом Сергием Козловым. Вот. Час сорок шесть, что ли. Час сорок шесть минут. Я еще там попросился на пять минут. Значит, говорил. О мощах говорили. Я это... В общем, ну... Перепутал. Сказал шестой Вселенский собор, шестое правило. Сначала седьмое, сказал. Потом, говорит, шестое. Оказывается, потом посмотрел. Седьмой Вселенский собор, седьмое правило. А мощах там. Ну, я говорю. Я не понимаю этого. Ну, хорошо, что храмы строили на мощах. Вот. А потом... Ну, другое дело. Как бы... Да. За мощи я точно так как Игнатий Тихонович. Я знаю. И иудеи почитают усопших. И даже праведников, кого они считают праведником, раввином к своим. И на могилу ездят. И хотя Христос... Господь это осуждает, что там надгробие шикарное. Ну, пусть даже бы надгробие возводили бы шикарное. Но зачем выкапывать, резать, разделять мощи. И это самое. Ну, на могиле бы поставили бы надгробие крест. И ездили бы, поклонялись там. Ну, ставили свечи бы. Зажигали лампады. Ну, это было бы еще... Просили, ну, в молитвах, чтобы Господь... Там бы хоть, ладно, если там с тобой сейчас нет Христа, то ладно, ну, съезди в паломничество. Хоть ты деньги, хоть труд твой какой-то будет. А зачем в храм вот класть вот святые мощи? Ну, не понимаю я. Вытаскивать, выкапывать человека. Да еще и резать. Пилить. Вот это вот... Я Сергею сказал, он, в общем-то, промолчал, по большому счету. Но, может, и согласен со мной. Вот, что это... Ну, он начал там про пояс Богородица, как и вы, как это, про его... Знаешь, это... Разные вещи. Одежда там, святыня, которая сохранилась, если действительно до наших дней, это немножко разные вещи с мощами. То есть, ну, там уж кто как почитает их, это одно дело. Ну, действительно, это материальные святыни, которые сохранились. Одежда там, или как вот... Ведь тень проходящая Петра она исцеляла. А ясня Павла. Это одно дело. Но другое дело, когда усопших беспокоите. Там... Это совсем разные вещи. Почитание предметов священных, которые остались от древних праведников, и которые вообще непонятны, чуть ли не кощунства. Ни в одной религии нет этого. Ни в одной. То есть, и как бы, я понимаю так, что если одно извращение идет, то и второе идет за ним, сразу тянется паровозом. Почему? Потому что, как бы, что здесь получилось? У иудеев есть почитание усопших. Вот они ездят на могилу праведников, там, рэбит там у них есть. Они ездят на могилу. Мы есть такое. Но чтобы выкапывали, этого-то у них нет. И у нас также должно быть. Ну, хотя бы там, ну, никаких выкапываний не должно быть. Да я думаю, что и могила должна за предел храма вынесена быть. Ну, если там мощи, почему в VII веке уже там так такое пошло. Ну, и приводят там послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 5 стих, 24 глава, ой, 5 глава, 24 стих приводит почему-то. Там оно вообще ни к селу, ни к городу. Там я посмотрел, там не имеет никакого отношения. Ну, в общем, вот такая ситуация. Как вы считаете-то? На мое мнение уже давно известно. Мощи все собрать и честью захоронить. Потому что, говорит, и увидеть тление, тление. Прах ты и в прах возвратишься. Все. И вот их нужно посчитать. Если VII Вселенский Собор говорит, говорит о мощах мученика. Но не Игнатия Брещанинова. Мученика за Христа убит. И притом нечестица, а целиком. Вот на нем строили храм. Он находился как бы под полом, в склеп. Он похороненный. Все нормально. Ну, Игнатий Тихонович, ну где сейчас найдешься столько мучеников, чтобы вот на это самое, все храмы. Ну, мучеников у нас в России много. Но опять же надо выкапывать. Там сказано так. Внести с обычными молитвами в те храмы, которые построены без мощей мученика, внести мощь мученика и положить в храме. Ну, с обычными молитвами. Вот это вот откуда взялось? Зачем это? Знаете, есть одно выражение у профессора Марцинковского Владимира Филимоновича. Если вырвать из сознания людей Евангелие, на месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не закроешь. И они пытаются эту рану закрывать мощами, вещами, чем угодно. А она не закрывается. Там должен быть Христос, Евангелие. Вот и все. Ну, и вот у меня такое же мнение. Абсолютно такое же мнение. Вот с братом Сергием поговорили, милостью Божию. Он говорит, что он болеет, я тоже болею, инвалид. У меня вот шея. Он говорит, ну, тогда мы друг друга понимаем. У меня шея, классическая кривая шея, тоже позвоночник никуда не годный. И шейный отдел там у меня тоже своя. Боли свои. Он говорит, ну, тогда мы друг друга понимаем. Я говорю, да, спасибо, Господи. Вот такие вещи. Как бы рад был с ним побеседовать. Он сам на меня вышел, спасибо, Господи. Вопросы такие. Вот он, ну, о вас поговорили, о Дудине. Я говорю, ну, я посмотрел там ваш разговор с Дудиной. Ну, человек, в общем-то, не знаю. Чего он добивается, непонятно. Потому что, как бы, все, я не буду спорить, имеют право на церковь, это, так сказать, единство в разнообразии. Имеет, как бы сказать, право на существование его общины. Но почему он трогает и Игнатия Тихоновича общину? Почему он считает, что должны равняться на него? И потом, у него есть свой храм, там, в Североморск, как это, в Североморск, что ли? Когда он занимается своей общиной? Когда он занимается своими прихожанами? Если он постоянно только в этом, в Томске, отирается, и там каждый день занимается Игнатием Тихоновичем и, так сказать, его обличением-то. Где же его прихожане? Как он ими занимается-то? Кого он пасет? Непонятно. А вы про кого говорите-то? Про Дудина, Дудина. А, да что там про него говорите? Человек неверующий, не страха Божий, а один страх человеческий. Про него и говорить не надо. Да мы о нем говорим. Я говорю, а тебя чего? Кого он пасет-то? Да не он никого не пасет. Он себя не пасет даже. Себя. Главное, это твоя, единственная душа твоя. Вот кого надо пасти. Что же он все время занимает, всегда Тихоновичем, обличает, обличает, борется. Он не обличает это, Сергей. Он меня не обличает. Он не знает. Он говорит не про меня. Он выдумал какую-то фигуру и на него нападает. Это не мое, на что нападает. Это понятно. То есть изобретает, как похудеть каждый раз, обжираясь на ночь. Я так называю. Вот. Изобретает, как похудеть. Но дело не в этом. Просто ты же пастырь. Ты должен хотя бы как-то пастырь. Тебе даны там овцы пять или десять человек. У каждого там свои проблемы. Каждый должен знать Евангелие. А если ты такой, так сказать, борешься с тем, кто несет людям Евангелие, то ты прежде всего должен своим от ближних, от домашних своих пищить. А если ты вот, кто тебе доверен-то, ты не печешься, тебе нет времени-то. То о чем ты? Куда ты лезешь? Вот это я не понимаю-то. Вот как бы. Он не молится. Если бы он молился, не может человек, молящийся к Богу, быть таким дурным. Таким мстительным. Таким злобным. Это у него все сатанинское. Буквально. Прелесть, гордыня. Он в прелести и в гордыне сгнил. Он у него положен до тридцати лет. У него все незаконное. Ну, о Боге, это самое. Действительно, если была бы такая вот молитва, связь с Богом, вождение Богом, вождение Духом Святым, как бы. Если он бы заботился, то ему бы не до этого было. Это точно. Времени бы не было на это. На дуль-то на эту. Да, не было бы. А так, действительно, одна злоба. И ничего хочет добиться, никто не понимает. Вот никто не понимает, что он хочет этим добиться. Ну, разгонишь ты общину. Вот сейчас вот, допустим, разгонишь всю общину, которая единственная в России. Ну, две общины. Хотя это одна община. Разгонишь общину, все там. А чего ты этим добьешься-то? Вот ты этим добьешься. Ну, что, мы станем все благодатнее, что ли, от этого? Или заживем, или такая благодать сойдет на тебя, или ты победил всех еретиков. Да, мне вот кажется, вот если вот собрать вот всех их вместе, вот Дудинск, Уротовский, этот, как его там, Дворкин, собрать там за одни лица только. Это только на страшном суде можно собрать таких вот по одним лицам. Там, Господи, прости меня грешно. Вот я болтаю, сужу, все, что попало. Ну, в общем, вот такая ситуация. Ну, я понял, вот, что вы прислали. У нас умения совпадают с вами. Это, слава Богу, хорошо. Ну, и... Вот какое дело, Сергей. Маленько надо смотреть на историю прошедшую. Вы про Николая Щеушевску знаете, чем он закончил? Ну, да. Расстреляли его. А с чего началось-то у него? У него так крепко все стояло. С чего началось-то? Ну, началось, прежде всего, Горбачев у нас в Советском Союзе начал перестройку. Вот. Наши, значит, перестали его поддерживать. Вот. Народ восстал. И там они вот... Народ восстал, и... Он что-то убегал, там его защищало его... Его КГБ там... Ну, охрану. Сурикита-то того-то. Да-да-да. Ну, его поймали все равно и расстреляли с женой. А началось... Ну, как еще началось? Ну, люди... Все-таки я немножко знаю, что... Как нас давило при советской власти... Все-таки я уже был в церкви. И знаю, что как... Давай изучать Священное Писание, вот когда вы приехали. Да, и как бы отец Владимир, он был человек верующий, духовный, да. Только стали изучать Священное Писание, как сразу же у нас настоятеля не было несколько лет. Как бы старший священник был отец Владимир Святков. Как только вот стали заниматься изучением, тут же поставили нам... Привели настоятеля. Этот Мурзалев, КГБшник. Который давай давить и стучать там, бегать. Ну, он и раньше бегал в этот совет по делам религии. Давай нас давить, что мы не такие... Разделять храм, ну, то есть вообще людей там, что, мол, против Цветкова настраивать. Сразу же поставили. Вот. И я-то знаю вот это вот, как оно было и как нас давили. Вот. Знаю, что и ничего... Купель стали строить. Он сразу против купели, что нельзя там своих людей нашел, которые стали его поддерживать, этого Мурзалева. Ну, все такое. То есть все это я же пережил, я же это помню. Вот. И я знаю, что и по всей вот эти вот все вот варшавские договоры, все они, все религию гнали. Во всех странах. И поэтому людям это не нравилось. То есть, естественно, они восстали в Челушевску. Ну, и кроме того, и, как я понимаю, там еще подняли масло в огонь наши братья англосаксы. Что, мол, это... Ну, в общем-то, это и правильно, что он это самое... Народ его скинул. Вот. И все. А вы что считаете? Так писали в газетах тогда. А скажи теперь, а для чего я спросил про Челушевску, когда речь шла о монахе Афанасии? К чему я его теперь подставил-то? С какой целью? Я не знаю абсолютно, какая связь между ними. Я видел первый раз монаха Афанасия. Он выступал с Ходосом. Это год назад. Лишь уже после того, как Януковича скинули. Первый раз видел его это самое. С Эдуардом Ходосом. Потом смотрел его это в Корульях. В Корульях там он с братьями сидел. Одну посмотрел я не до конца. Потому что я уже все понял. И другие я даже смотреть не стал. Видел просто в Ютубе там подобные ролики. Что он это. И все. И потом видел, как он выступал там в Киеве. Там на Майдане спорил с этим. Немножко так посмотрел. И все. Для меня все ясно. Все понятно. А как с Челушевском он связан, даже близко не знаю. Так вот дело-то какое. Я его почему это сказал? Это первое постание Коринеса. Десятая глава, шестой стих. А это были образы для нас. Он говорит, перечисляет. Не вошли. Желали. Может ли Бог приготовить мясо? И Бог поразил их. И апостол Павел их перечисляет. И от обратного начинает возводить на нужную высоту. То есть это были образы для нас. Чтобы мы не были походливы. То есть учитывали, что было там впереди. Это не просто было поражение России. Или Бизантии. И 17-й год. Это сегодня. Мы должны это взять на себя. Так вот Николай Шелушевский. Сукаритата его. Это у него в основном зарубежные были набраты. Это как вот у Муаммара Кадапи. Его охраняли кубинские девушки. Женщины. Он никому не доверял. Он переезжал с места на место. Не звонил по пустыне. А началось с маленького. Это все связь. Так у этого началось совершенно с маленького. Вы слышали Валентина Русанцева. Который стал митрополитом. Ну да, да, да. Он помер уже. Умер сейчас. Да, умер. Его сильно долго тут терзали. Я лично с ним знаком. Зарубежная церковь. Потом он отделился. Его там отовсюду. Одновременно с патриархийными. Зарубежные. Избежные его иссаны. Придали, кажется, Анапими даже. Ну... Вот заметьте. С чего у него началось? То же, что у Щеушевского. То, что у Русанцева. Также были уполномочены по религиозным культам. Которые распоряжались кого куда поставить. И во времена, когда Николай Щеушевский был в самом рассвете крепости. В это время священника, даже никто там не знал. Перевести с одного места на другое. Вот Русанцева перевести. Архимандритом он был-то. Народ сбунтовался. Его спрятали. Власть не успокоилась. Начали искать. Знакомые, близкие восстали. Ходотайство началось. Никак. Начался бунт. Бунт в одном городе. Бросили на подавление. Армия заступилась. Армия поднялась. Теперь это Сукуритат и тайную полицию начали сметать. Те начали как в Майдане стрелять. Ну, там это... Отсюда одновременно сошлось. Были посланы из КГБ. Специально там операция была. Все. А началось с маленького. Перевод. Я вот к чему сказал. Вот Афанасий, он... Усыпились, пока они замал. Он не один. Вы только не подумайте, что он один так думает. Это монахи. Монахи. В Грузии. Когда монахи забунтовали... Или я второй сейчас там... Я с ним встречался. У меня фотографии есть. Я с ним стою там с патриархом с этим. Вот. А они ему сказали... А он занимал... У них там был председателем... В этом Всемирном Совете Церквей был даже одно время. Выйти. И началось такое. А я регулярно с ними знался. Переписка шла. И патриарх попятился. И вышел. И Грузия вышла. Если эти Афанасии сейчас поднимутся... Это Афон. Одно слово Афон. Это создает общий фон. Сейчас на этом... На его стороне сейчас Почаева. Дивеева. И они очень просто... Они говорят на этом... И дальше перечисляют, кто тогда был. Там Ильичковский. Все. Все против католиков. И вдруг с ними соединяются. Это как-то... Хотя нигде еще пока не видно-то. Но они уже об этом говорят. Если монахи сейчас поднимут, Патриарха сметут сразу. Это... Это не просто так. Потому что туда вся Россия едет. И Загорск. Этот Сергий Вискалавра. Это... Этот посад. Все поднимутся одновременно. А они смотрят на Афон. Не так, как в Священное Писание. Вот как. Почему просто так пропустить мимо нельзя. И потушить невозможно. У них эмиссары Какавель, Семенов ездят. И они натравлют. Теперь припомнят ИНН. Вот это, где он в Канберре поднимал там от Аидола. Был с ними, одобрял. Митрополитам еще будущее. Говорит. Не будем гусе травить, как говорится. Дрожнить, когда потеряют. Это сказал там митрополит. Это дело намного даже может быть серьезнее. Сегодня это искра. Но эта искра возгорится в пламя. Как Пушкин писал. Очень просто может быть. Вот вопрос другой, что нужно делать. Вопрос, что делать. Вот такой вопрос пока не задают. Поэтому и ответа им нет. Вот я за это... Поэтому я и позвонил к вам. Чтобы узнать. Вы прислали мне. Я прочитал. В принципе, ничего такого нет. Но я знаю, что это не бессмысло. И сейчас я получил ответ. Действительно, да. Это возмущается специально. Да. Возмущается специально и монахами. Да. Вот они сейчас монахов защищают. А свою получат. Что церковь сделали монашеской. Да. То есть, получается, церковь, она существует, состоит, вся глава. И это давно уже. Это еще вчера мы с Сергеем говорили. Я говорю, я с Игнатием Тихоновичем единственное не согласен. Ну, не единственное там. Я говорю, не согласен с тем, что вот он говорит, что это Сталинско-Беревская патриархия. Это было еще при Константине Великом. Почему? Иоанна Златоуста гнали. Григорий Низандзин сам отказался от престола. И Иоанна Златоуста гнали. И гнали как зверей просто. Даже пешком там его, чтобы он шел. И повеление, чтобы он помер, специально делали. Кто же делал? И Евдоксия, ладно, она там баба, скажем, да. Кто Евдоксии наушничал все время против него? Кто? Да монахи же. Епископы, монахи. Священники. Все это жестокосерднейшие люди. И то, что в 7 веке, ну, как вот, они идут своим путем. И все они подмяли под себя. Я не понимаю, почему соборы? Соборы должны участвовать в... Ну, я не думаю, что, поскольку народ сейчас не научен, и они правильно вот это вот, как бы... С одной стороны, такой замкнутый круг. Семинария, она хорошо что есть, она учит своему, но это воспитывает определенный круг людей. Отсюда выходят епископы. Вот. И епископы, они, вот, которые, я понимаю, есть там, которые вот побыли священниками, там, прошли какой-то жизненный путь, там, это одно. А есть там специально, вот он подстригается в монахе, в 18 лет ничего не это... Он специально служит, там, на всех таких местах, вот, по заграницам, там, занимается только своей учебой, защищает эти все диссертации, там, какие-то, там. И потом сразу в архиерее. Он уже, там, в 30 лет он архиерей. Все. Вот, в, это, в 19, там, диакон, в 20 священник. И там, это, он, на всех таких местах, он все побывал, все посмотрел, престижные эти, где там послужил, там. И в 30 лет архиерей. Все, это специально воспитаны для архиерейской, это самое, вот такие люди. Вот. И на самом деле, ну, что он знает о приходской жизни? Ну, только вот по наслышке, что вот он в семинарии. Он ничего не знает. И вот эти вот воспитанные люди, они специально для архиерей, они вот задают фон, как бы. Они в соборах, они в синодиах заседают. Ну, в соборах. И мало очень священников, протеереев, которые вот женаты, которые, их мало кого допускают. Допускают редко. Ну, и мирян также, каких-нибудь там, в это, как и в советское время, какие там миряне были на соборах. Только те, которые были старостами, прикормленные, гонители, вот таких вот брали в собор, и он мог участвовать. А какой-нибудь, ну, разве мог простой мирянин, который, да, его и не видно, и не слышно было. Так и сейчас. Сейчас, может быть, все-таки побольше, скажем, в церкви свободы. Вот, ну, в принципе, все диктуют монахи. Как монах сказал, вот, как архиерей. Да и архиерей-то что? Архиереев, и они тоже трепещут. Потому что главное все ориентируются на вот таких вот, как вот это Афанасий. Ориентируются на монахов, на священников. Те, которые вот иромонахи, архимандриты. Они задают в церкви тон. Вот именно монашество. А на самом деле такое быть не должно. Они имеют право на существование, если хотят. Правильно, имеют. Но, извини, церковь это полное. Там должны быть... Женщина не имеет, как сказать, голоса. Ну, мужи все должны быть в церкви. Все должны служить до последнего колена. И, кроме того, как бы и женщины тоже правильно. Вот Дебора. Дебора, когда была судьей, она вот... Книга Шофтим, судей, Шофтим на языке, она называлась «Судья», «Шофта». «Шофта», «Судья» была. Когда мужчин не было, она говорит, ну, если вы так хотите, я буду во вратах заседать. Все. Шофта. И она это... И то даже здесь может быть. А вот сейчас что? Пожалуйста, на соборе и женщину выслушаю. Лишь бы только показать. Вот. Ну, с другой стороны, власть вся у монахов. И даже иногда не знаешь, где... Вот Господь, конечно, ведет церковь. Где добро? Или там... Где архиереи? Или где там монастырские архимандриты и игумены? Кто из них больше там принесет добра и благочестия? Второй не знает. Потому что архиереи, они все-таки более-менее насытившиеся властью и всем. И они как-то более-менее уже смотрят и за церковью. И все-таки они... Можно поверить, что они хотят. Да не можно, а хотят они церкви благо. А этим нужна власть. Этим нужна власть и народное почитание. Поэтому они, может быть, в некоторых случаях еще хуже, чем архиереи. Вот у меня такая мысль. Как вы считаете? Я немножко назад вернусь. Вы сказали, вот с этим вы не согласны со мной. Как раз мы с вами согласны, что при Иоанне Златоусте, Феофил, патриарх Александрийский, главный гонитель был его, и к нему даже пристал Епифаний Кирский. Вот суть-то какая. Но я не об этом говорил. Я говорил о церковной структуре, которую образовал Сталин с Березом. Структура, а не о гонении. Так что мы здесь с вами полностью согласны. Они образовали. Эта структура не имеет легитимной связи с патриархом Тихоном никакой. Вот о чем дело. Это сталинско-березская патриархия. Это они образовали ее на определенных условиях. Ну, знаю, Семанского он вызвал. Тогда был Сергей Строгородский, ну и Николай Ярушевич. Вот тройка. Со всеми льготами. Что дальше было-то? Карманная структура для того, чтобы по миру развозить заразу коммунизма. Другой цели-то не было. И отвергнуть, проклясть буквально всех, врагами народа назвать, которые были в вузах. Всех епископов, всех. Так что тут, вот о чем я речь-то веду-то. О не о гонениях. О гонениях мы с вами полностью согласны. Я тут такие подробности скажу в третьем томе, когда епископ Форетри с группой захвата с монахами караулил, когда будет Златоуст проходить. И как он сорвался и на краю пропасти только задержался. А он был на двухках на паланкине между двумя ослами. Его везли. А потом веревкой его привязали за шею, и он шел. Это все тут описано. Это понятно, что дело. Это в третьем томе написано? Да, в третьем томе. В третьем томе полного творения святого Иоанна Златоуста. Мне подарили. Я его насчитал в 80-х годах полностью. На моем сайте есть. Сайт во свете Библии. Все 12 томов насчитаны. Но одновременно в руках 12 томов я никогда не имел. И когда я их увидел у Кондратюка и Архимандрита Арсения в Синоде в США, и он увидел, как я полюбил это дело, он снял с полки, дал чемодан. Выбрали чемодан. У него много чемоданов почему-то было. И я привез. А в Вашингтоне Виктор Потапов подарил мне компьютер. А в самолет нельзя столько вещей брать. Я в руках в одной держу Златоуста, в другой компьютер. А компьютер тогда это не просто так. 92-й год был. Я компьютер положил, а этот обнял чемодан и так или летел всю дорогу, не сдал его, а к себе прижимал. 12 томов, они же весят, будь здоров. Да. Вот какое дело. Теперь, о чем вы сказали сейчас, как они будут, может быть, решать, женщины, я вообще никакого значения не передаю этому. Дело в том, что они нигде, нигде не ставят во главу, как монахи, Слово Божие, Святую Библию. Вот почему Григорий Петров, священник, он говорил еще тогда, еще при царизме, это его письмо было Антонию Храповицкому написано. И он говорил, и что мы видим, это у меня в книге к истинному православию, там это написано, что строится не царство Божие, а царство попов и монахов. Царство попов и монахов. Вот он написал, слава Богу за все, этот Акафис в тюрьме за несколько дней до расстрела. Этот Акафис радости. Слава Богу за все. У меня он есть. Да, Григорий Петров. И когда он проповедовал, за несколько кварталов полиция не могла пробиться, все было кабриолетами, все это лошадьми заставлено. Когда он говорил. Его надо просто увидеть. Он был единственный, пользуясь подлинной евангельской популярностью. Не Иоанн Хронштадтский. А Григорий Петров. Григорий Петров. Да. Он у нас в Санкт-Петербурге был. Да. Да. Вот. По одному Акафисту радости, это единственный такой Акафис, сплошной потоком идет радость, восхваление Бога, аллилуйя. Он возвел людей от покаянного канона на второй, благодарственные, на третье словословие. Ну, это я просто попутно сказать. Так вот, относительно монахов, от которых выступил монах, теперь вопрос стоит только, а можно ли что-то поправить? Единственное, что мы можем делать, молиться за патриарха и за монахов. Патриарх, я вот смотрел, сколько известно, выставлено, я не нашел нигде, где бы я сказал, что это погибельно. Я не могу этого сказать, потому что за дверями все было сказано. А что известно? Ну, подошел он, поприветствовались. Да что, это разве плохо, что поприветствовались-то? Ему ставят все в укор теперь патриарху-то. Я никогда не понимаю, всегда я знал, что люди нечистой совестью, они начинают смаковать. Ведь разделение церкви – это очень большой грех, очень большая глупость человеческая, что много церквей. И вот это вот, что мы православные, мы такие, мы правы из всех. Вот из всех мы правы только и армяне, еретики. Я вот всегда, что значит за еретики? Католики, там это, я говорю, да, ну и у нас будь здоров, сколько ересей. И сколько ересей и суеверий, будь здоров, не меньше, чем у них. Они над нами тоже смеяться могут даже, в некоторых случаях. И вот это вот не то, что нежелание, ну ладно, если есть там твердые убеждения, каноны, мы там, это должно быть, приводите, ну нежелание вообще никакому общему знаменателю, что только мы одни святы, хотя это самое, радуйся, радуйся, радуйся. Ну как вот, чем ты смакуешь? Ты имеешь дух Христов? Христос что, радуется тому, что его церковь разделена вот так вот все вот? И кто в этом виноват? Ты об этом радуешься, что ли? Или еще, он пришел только ради тебя одного, что ты вот такой святой. И где-то своя святость-то, святость-то твоя где, в чем она? Что ты себя всеми грешным называешь или что? Не понимаю, не понимаю. Ну да, они себя грешными называют. Что ты правильное учение, так ты докажи свое правильное учение, в чем оно правильное. Любой тебе в пять минут докажет, что у него тоже правильное такое же. И на основании чего? Словещенное Писание, он говорит, святых отцов, святых отцов. Я говорю, так ты приведи хоть одного святого отца цитату, если ты говоришь, что ты святых отцов держишься. Приведи цитату хоть одного. Я хочу сказать вот что. Я когда издавал фонотеку, по стране распространял, это насчитанная Библия, златолуз, 12 томов жития, 5 томов добротолюбия, все. И я насчитал Фому Кемпийского о подражании Христу. Ну а Фома Кемпийский, это не православный. А издала-то ее православная церковь, издана-то была-то, и она, говорит, занимала первое место после Евангелия, настольной книгой была у всех. И нападают на меня за это, так как католика распространял. Я говорю, хорошо, вы конкретно покажите одно хотя бы предложение, где он сказал не так, там все настолько возвышено. Дальше, почему вот в эти годы моей жизни никто из православных не может показать живого святого, живое святое, как мать Тереза? Что она сделала? Лауреат Нобелевской премии. Ну, почему мы должны считать, что это не от Духа Божия это? Как она поехала в Илью, как первая школа писали на стене, как ей папа подарил машину, она тут же ее превратила в деньги на корме чужих. И она с этими прокаженными как возилась, дать умереть им по-человечески. О, что нужно было. Я у нас все встаем, мы в 4.40 всегда. И вдруг я ее устав считаю, у нее в 4.40, ни в 5, ни в 4. Почему? По сей день не могу объяснить. Притом я нашел уже не один раз это, 4.40. А я самостоятельно, путем наития, дошел до этого. Я что, ее посмотрел в фильм, вот, мать Тереза, ну, начал просто смотреть, католички. И когда я досмотрел до конца, я плакал. Я плакал. Там, значит, она создала общину, там, а потом, знаете, уже всемирную корпорацию создали во главе, там, США, деньги там собирают. Все, все такое. А возле нее там, ну, сначала он приехал ее, как бы, инспектировать, священник, из Рима прислали. А потом он, когда с ней поговорил, он так это полюбил, что остался там, стал служить вместе в ее ордене, священник там один. И, значит, он начал заниматься этими деньгами, распределением средств, там, сборы. Она об этом, как бы, ничего не знает под ее эгидой, под орден ее. И в США уже перед смертью там ее уже проходило это самое, какая-то там ихня, ну, собрание этого, этой корпорации. И один там докладчик докладывает, что вот надо туда-туда-то, такие-то, такие-то средства. А бутылка воды стоит, она подзывает это официанта. Не официанта, а как он, стюарт там. Сколько бутылка воды стоит? Она говорит, три доллара. Она говорит, три доллара? Я за три доллара могу год водить в школу одного ученика, говорит. Тут же встала, значит, говорит, значит, так. Все вот это я прекращаю, и мы возвращаемся к той нищете, которая была. И поворачивается и выходит со своей, ну, там, с другой монахин, со своей подручной там. А этот священник, докладчик подходит к священнику, говорит, она разрушила все, что мы там создавали 20 лет. Он говорит, да. Вот 20 лет, а за 20 лет я только так сейчас понял, что она была права. Мне интересно, пишут, пишут и говорят, этот, я уж не поминаю врагов-то. Вот я прихожу в редакцию, наяву, а они мне говорят, Игнатий Тихонович, а вот вы все ходили, тут в редакции-то говорили, а теперь как раз так и делают. Ваша версия оказалась верная. Еще другое там, о крещении. Я веду занятия в университете. Пришел посыльный, а это была полковая церковь, на главном проспекте стоит, Никольский-то. Скажите Игнатию Тихоновичу, что мы купель построили. Священник посылает, настоятель-то, и не простой, а диссидент. Михаил Капранов, я говорю, вы что, для меня делаете, что ли-то? Я стущал и стущал, и везде купели начали строить. Поехал Масендич, когда Антоний был-то, приехал и говорит, а меня патриарх Алексей Второй спрашивает, а какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? Я говорю, так и спросил, ну да. Там один фильм поставил, так этот, Малаш Юрий Николаевич, как будто мы с патриархом сидим за одним столом, и об одном и том же беседу он так сделал, свел. Этот, этот, как он называется, он плохого качества такого? Ну-ну-ну-ну, второе крещение Руси. Второе крещение Руси, да-да-да. Или глаз вопиющего. Глаз вопиющего. Вот такое дело. Так что сегодня выглядит одно. А завтра, я говорю, будете искать по одной строчке то, что мне Господь позволил написать. Они сегодня уже в стихи все начинают вникать. И как могли написать? Я встретился здесь с главным писателем, поэтом, старейший был, Юдалевич Марк Иосифович, еврей. 93, что ли, года жил. Ну, и мы-то знакомы были. Я ему пришел, как-то сидели в зале, я им прочитал одно стихотворение, вот так от меня отшатнулся. Это ваше стихотворение? Я говорю, ну и что? У меня ни одного такого нет. А у него сборнички маленькие сдавали, 64, что ли, сборнички. Понимаете, я моряк, и в конце, как мы тонем, я написал, когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Понимаешь, какие слова-то тут. Так что сегодня так, сегодня топчат, да, вот. Ян Затауз говорит, всякая хула, это дудовщина, что там вокруг дудки на нас кидает-то. Это, говорит, сырое, подсохнет со временем, и пламя вспыхнет до неба. А это награда. Потому что они ни одного слова правильно обо мне сказать не могут. А Степаненко был, Максим, он был председателем миссионерского отдела в Томской епархии. Это его сняли за слово «Б» на женщин одиноких. А, я знаю, я его видел. И он приехал и говорит, вы нападаете на Игнатия, да вы все вместе 5% не сделали то, что он делает. Я и знать не знал, Максим заступится. А что заступать? Это оно реально... У них ничего нету. Нету. Они людей не любят. Ни Бога не любят, ни Библии не любят. Они любят сами себя, и то только с нижней стороны. Да. Ну, теперь до патриарха добрались. Да. Да. А вот в данном случае-то мне говорят, ну ты патриарха обречал. А мне право дано, я христианин. Я имею право... Притом я показываю не по Библии, не по Святой Библии он поступает. Но тут он ничего плохого не сделал. У нас главный был благощинный, Войтович отец Николай. Это главный враг мой был. Как бы. Он против проповеди. Писал списки, сдавал в милицию, арестовали. Но вот про него стали говорить. Говорить по нарушению седьмой заповеди. А я-то вел занятия. Это везде. Во всех отделах милиции. Это край УВД. Пять отделов. Во всех воинских частях. Пять университетов. Там 13 школ, техникум и заводы. Я мгновенно сам разведал. Все это розыск сделал. Сто процентная неправда. И везде. Три радиопрограммы регулярно веду. Я везде стал туда вплетать эти слова про отца Николая. И в течение одного месяца я развеял все. Эту молву. Так он когда узнал, вы посмотрели, что с ним было. Он голову опустил, поднять не мог. Я говорю, почему? Это неправда. Он никогда не ожидал, что помощь придет совершенно с неожиданной стороны. Так и нам. Еще сеете, то и пожнете. Поэтому я так раз поступал с противником. То он не мне противник. Противник истины. Они нас прозвали секта златоуставцев. Секта златоуставцев. Да ладно через центральные ворота. Двери центральные, выходные где. Откроет. Эти златоуставцы здесь. Надо проповедь говорить. А то опять накапывают архиерею. Секта златоуставцев. То, что любим златоуставцев. Он однажды вышел и говорит. Знаете, у нас люди завелись такие. И они говорят, жить надо по духу, а не по плоти. Братья и сестры. Да кто когда жил? А у нас два священника наши, которые в алтаре. Он зашел и говорит. Отец Михайлович. Да так апостол Павел говорит. Да вы что? Как же так? Где теперь будет? Да ничего. Они жаловаться не будут. А один старост вышел там и рассказывает. Призывает жить по Евангелию. Дорогие братья и сестры. Да кто когда жил по Евангелию? Вы подумайте, к чему они призывают? Это с бородами, с поясами, как американские шпионы. Шпионы с бородами и с поясами. Да они же не про нас говорят. Ну понимаешь, Сергей, смеяться просто можно. А то характер легкий будет. Хорошо, что ты пришел сегодня. Поговорили. Так что молиться надо за патриарха и за Алфеева Иллариона. Спасибо Господу. Мы полностью с вами согласны. У нас нет расхождения ни по одному вопросу. Аминь. Пусть так будет всегда. Аминь. Только надо всем сердцем любить Бога и любить Его Святое Слово. И по Нему проверяется годность. Любишь? Помолитесь. За меня то, чтобы я возлюбил Господа всем сердцем. Всем разумением. Всем разумением своим и всеми силами своими. Спасибо Господу. Рад был с вас видеть. Спасибо. Спасибо Христос. Так что вот этот монах-то я более широкую панораму хочу видеть. Надо молиться об этом. Если они начнут поднимать монахов, это... Поворот будет вот такой. Я знаю. Так патриарху Кириллу сейчас нужна помощь. Молитвенная помощь. Я об этом хотел сказать. Он ничего не сделал такого, чтобы дискредитировало его как патриарха. Ничего этого не было. И в сравнении с Папой я сказал. Он просто как ангел выглядел. На пятерку, а Папа на двойку вы сказали. Я сказал это. Ну, это мое личное, может быть, субъективное мнение. Я согласен. Но это объективное мнение. Потому как... Вот так. Слава тебе Господу. Умный человек. С ним приятно поговорить. Спасибо.